Девушки отдыхают 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 Говори А написано, что жертва Общение, она угодна Господу И поэтому мы посещаем больных Мы приходим на собрание, остаемся После службы, потому что Богослужение это Богослужение, а общение Это жертва уже Не для Бога, а для ближнего Исполняет заповеди Которые Господь нам дал Что возлюбить ближнего своего Как самого себя Поэтому как же Я вот люблю всех вас Я потому остаюсь на собрании Я радуюсь, когда приходят субботы и воскресенья Мне радостно Мне приятно И не знаю Да мы знаем о чем молиться Друг о друге Чтобы любить друг друга, нужно знать его нужды Чтобы нести его печали и радости И все на своих раменах Для того мы здесь и есть Брат сказал, что спасение в церкви Но церковь-то это не просто так Пришли и ушли Никому не нужны Как мы будем любить друг друга? Потолкали друг друга плечами Разошлись и все Это любовь Любовь, когда мы знаем друг друга Когда знаем все, что необходимо Чтобы спаслись вместе друг друга, помогая Вот тогда мы спасаемся В церкви спасаемся А церковь она же идиот Она не просто так вот существует номинально Я хотел сказать, что написано 1 Иоанна 1,7 Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха Перед этим стоит И если имеем общение друг с другом Тогда кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха А что значит иметь общение друг с другом? Церковь очень огромная Большая Все время у меня такой вопрос стоит Почему у нас нет Вот батюшка везде ездит И никогда не привозит сообщение Что где-то есть такая же община Как у нас Которая жаждет Выходит Благовествуют Люди в этой общине И собираются вот так на занятия Ну нигде этого нету Да, там хорошие праздники у них Сабантуйчики там местные Это отлично Многие так проводят А чтобы вот так вот Вот эта церковь Это огромная-огромная семья христиан Это же понятно Которые объединены вокруг тела Христова И само тело является оно оказывается Каждый из нас И поэтому Как нам еще Найти общение друг с другом Вы в семье-то Сейчас своих Этих внуков не знаете уже Детей упустили там С какого-то возраста начиная А здесь столько людей И когда мы будем общение проводить На службе Молчат все Да и правильно Потому что Служение это Ты отдаешь себя Всего Богу И тебе помогают Братья и сестры Священник Епископы и так далее Тебе все помогают Ты стоишь Ты даже молиться не умеешь Написано Дух Святой Незреченно молится за вас 8 глава 24 стиха Послания к римлянам И поэтому Церковь она помогает В этой молитве А общение А здесь ты дозреваешь До уровня общего Подъема Вот как было сказано Мы в конечном итоге Должны достигнуть того Что Ну говорит Более каждый или менее Но исполнит заповеди Ну кто-то там По краю пройдет Кто-то наоборот Перевосхитит все это Ну мы здесь это видим Все Брать он уровень Игнать Тихнича И новоначальной Вот Лены сегодня нету Она не пришла Колебалась Колебалась В конечном итоге Все не пришла Женщина Ну Лена вот Которая ходила Киняйкина Киняйкина Свои у нее причины Здесь есть И кое-кто виноват в этом Не знаю что Как каяться будет Ну вот так И поэтому Мы должны общаться А где еще общаться Как не на собрании И тем более После собрания Как вот вы любите Разговаривать Вот только Закончилось Служение И сразу Надо Кого-то Кто-то Как будто Прикасается Обычно Вокруг детей Все это происходит Дети они у нас Как Конгломерат Такой любви И поэтому К ним Ага Нужно обязательно Энергию какую-то Передать Или что И обязательно Шепнуть им Что-то Ласковое слово Я понимаю Прекрасно Но не в церкви Пожалуйста Делайте этим Занимайтесь Ваше общение Вот здесь А потом выходите А мне ничего не надо Ну правильно Ты в церкви Наговорился Как говорится Уже Нагрешил Вот не исполнил Как раз заповедь Заповедь любви Почему Ну Господь так сделал Отделил храм Для того Чтобы там Молитва происходила Святая земля Сними обувь Там Купина Вспомним Потом Святое святых Где только священники Могли быть Тут Мужи стояли Женщин Вообще не допускали То есть Женщины Для вас проявили Такое Господь проявил Такое милосердие Впустили вас В храм Молиться вместе Богу Поэтому вы должны Быть передовыми Давайте Обниматься Там Целоваться Шептаться Здесь уже Это называется Общение Понятно вам А то Теперь конечно Не интересно уже Там нацеловались Обнимались Наговорились Все важное Сказали Понятно Эйфория Это подъем Такой Адреналин Называется Он после молитв Обязательно есть И проповеди И все Ты сам Ну не ты сам Себя подогреваешь Я понимаю Это божественная Благодать Присутствует Это же церковь все таки Не можем мы сказать Что какая Энергия летает Это вообще Чепуха Ну может и есть Что-то Но не для нас Мы христиане Нас Господь Снабжает всем Что нужно Всеми силами Своими А общение Здесь происходит Мы же должны Опытность Преобретать Какую-то А от опытности Там уже Надежда Там терпение Опытность Надежда Все это Этот стон Мы должны до конца Перед Господом В покаянии Произнести Что еще желает сказать У всех все Стало ясно И у кого-то Есть какие-то Сомнения Кто-то Думает Иначе Что нам Не нужно Это общение Я Когда стоял Вот здесь Перед тем Как Пошли ко кресту Я Стоял Ждал Когда все Пройдут И потом Мы еще Три поклона И заходить Сюда будем Думаю У меня такая мысль Но думаю Сегодня батюшки нет А народа Гораздо Много То есть Много Желающих спасаться Мысль такая У меня возникла Я зашел И смотрю Уже Многие Здесь нету Гораздо Больше было людей Там В храме Во время моления Поэтому я и сказал Что Кто желает спасаться Заходите сюда Ну вот Да Ну мне хочется Все таки спросить А что стучилось С Леной Это почему Она перестала Это что Совсем перестает Что ли Ходить Не будет Да она Заболела Она плохо Помолитесь Чтобы Господь Поставил Все на свои места Это главное Можно позвонить Спросить Узнаете телефон Поговорите с ней Это будет Вот это проявление Любви нашей Будет Поговорите Это как раз Сообщение Это любовь И будет Узнаете Какие нужды В чем помочь Поэтому мы здесь И собираемся Чтобы знать Нужды каждого И знать Нужды не только Каждого Нашей общины И ее общие вопросы Молиться О чем нужно О том что Джихад достигает нас Еще как достигает 224 человека Над Синаем Погибли Разлетелись в воздухе На кусочки Все Нет их А наверняка Там были Наверное Среди них И верующие люди Вот Ну и Во Франции Знаете Теперь уже Пять координированных Терактов Семь Семь даже Семь Координированных Терактов Почти 200 человек Сколько там Больше 126 Утром Сегодня Больше 126 99 Критическое состояние Да Что это такое Не знаю Я вспоминаю Когда еще Лет 15-20 Наверное Читал назад У Карла Чапика Есть такая Война с саламандрами У него там Такое Вот Прямо Как Знаете Как Как пророческое Такое произведение Вот эти вот Саламандры Они вот Вокруг нас Вот Все это Острова Ружатся Все И все Сушается Кольцо Вокруг нас Вот о чем молиться Нужно О чем молиться Масса этих Террористов Из этого государства ИГИЛ Они Расползлись по всему миру Тысячами Переходят границы Европейских государств Да и Проследить это Наверное Может быть И не столько усилий Приложено было Расползлись они Кто знает Что и нет В нашей стране Но это Все допускает Господь Допускает Господь Потому как Мы живем Соответственно С нашими Мыслями Нашими Действиями Как живем Так и Господь Попускает Нам Так что вот Надо молиться Об этом Ну и молиться Нужно О наших Конкретных Братьях Сестрах Болящих Среди них Хочу сказать О Алексея Семеновича Сискове Который Прооперирован В очередной раз Сустав ему Коленный Поставили Ну у него Кроме того И куся Других Сопутствующих Заболеваний Но к сожалению Его навестить нельзя Он сказал об этом Позвонил мне Что его там Строгий режим Не выпускает И не выпускает И не впускает Туда Но Как бы Самочувствие было Относительно Благополучное Так что Но все равно Нужно молиться Чтобы Господь Ему помолил А братья Сергия Который в Воронеже Лежит постоянно Помните Молитесь о нем Мама позвонила С Барнаула Там Отец Вот этот Константин Ой Из Красноярска Позвонила Там вот Отец Константин Он сейчас живет Ну как вот у нас Такой дом Большой Это бабушка была Анна Она вот умерла А за ней ухаживали Приезжали тут к нам Николай и Татьяна Такие странненькие немного Как убогие Такие они Друг за дружку ходят Держатся Помните Да Ну в общем Короче Они получили квартиру Бог так сделал Вот И пожили Вот пару лет Они в квартире В своей Однокомнатной Ну хорошая там Ванна Все светлая Квартира В новом доме Совершенно В микрорайоне Красноярске Но они уже больные Были все Отцу Константину Они передали Этот дом Который Анна Завещала Именно под храм Когда умирала Эта бабушка Но они доходили До конца Такая радостная Бабушка была Верующая Всегда молилась Читала Только головка Кивала Плохо разговаривала Уже Ну слышала нормально Молодец Вот таких бабушек Просто наверное Уже последние у нас Дай бог Что все такие были И вот сейчас Этот Николай Он сильно Очень страшно Заболел У него там Цирроз печени И гепатит А В общем Он как-то заразился Где-то Непонятно В этих На работах своих Он там много По вахтам Везде где-то ездил И сейчас Его в больницу Вот увезли Вчера Мама звонила В Красноярске В Красноярске Да И он говорит Страшные боли Испытывает Вот эта область Печени Говорит Спухшая такая Сам говорит Такого желтого цвета Худой Весь уже Ну и Татьяна Это она тоже Такая болезненная Ну ухаживает за ним Сколько может В свое время Они отказались от нас Там какой-то Лжеепископ Пристал Ну не знаю Что за епископ Жил там у них Вот в этой церкви Пытался Потихонечку У них выудить Права на этот дом Но они как-то Придержали Господь так дал А он им Они как раз Собрались к нам Сюда ехать И он им Такое завещание Дал Что если вы только Поедете Сюда В общину Ну к Лавкину Вы сразу Не будете Православными Ну то есть Вы будете прокляты Во веки веков На вечные времена И дети ваши И все внуки Там и так далее Все родственники И они вот Под такой страшной Эпитими Не поехали Потом Он там начал Куролесить Этот епископ И в конечном итоге Непонятно Что это за человек Но они ему Дом не передали А именно Вот досталось Отцу Константину Ну хоть мы его знаем Он все таки В зарубежной церкви был И вот они ему Уже передали В конце Ну правда Там у них тоже Все Неласково получилось Отец Константин Этот ни с того Ни с сего Сейчас поблаговолит К старообрядцам И всех новообрядцов И всех новообрядцев Он прям зазирает И все И вот в конечном итоге Даже они перестали ходить И к этому Константину А он Старообрядцев Принимал Принимал А старообрядцы Что-то там Он не так сделал Они А да иди ты И все И сейчас один Этот отец Константин С церковью остался Ну может кто-то там ходит У него семья большая Ну понятно о чем молиться Да Татьяна Николай Молитель Вернуться если К этому джихаду Вот государство ИГИЛ Можно чему-то научиться У них Хорошему Да наверняка можно Уверенность Это в том Что они Поступают так Борясь с неверными А к неверным Относимся И мы православные В том числе Видели как они режут Глотки Этим Неверным Православным Христианам Голову отрезают Да Вот такой Уверенности В том что они Обретут Поступая так Царствие небесное Они подрывают себя Они жертвуют собой Вот этот Джихад Этому джихаду Нам нужно подражать Тоже Только джихад Какой нужно объявить Джихад Своим грехам И джихад Этим бесовским силам Которые нас Совращают на эти грехи Вот какой джихад Нужен С нашей стороны Вот чему должны подражать В Соединенных Штатах Придумали Такое оружие Такие Пули Которые Которые содержат В себе Сыной Сыной жир Для чего? Для того чтобы Получивший эту пулю Исламит Согрешил Чтобы он был осквернен И чтобы он не имел возможности Попасть в рай Ну по их убеждению Что они вот Если совершают такие действия Совершают теракты Они попадают в рай Ну вот Мы-то так не будем поступать Естественно А мы должны что делать? Объяснять Как по возможности Как это делал Даниил Сосоев Вот что будем проявлять Любовь и к ближним И в том числе И к людям Которые исповедуют Ислам Вот это будет По-моему правильно Кто имеет другое мнение? Игнатий Тихонович Ну что мнение это? Игнатий Бринчинович Когда готовился умирать Братья говорят Тут наказ То дай как умирать Он говорит Хоть что наказать Все сделают по-своему Так что Чтобы люди слушали это Наиглавнейшее Был рожден свыше И Дух Святой водил им Вот тогда станет на место А так не объяснить Вот я иногда приводил Ну пример Мы шли с Иваном Сувором Здесь по Ленинскому На занятия И он мне вопрос задает Тут притча А самоременение Ну почему Христос Самым жестокосердным Показал священника Не римского воина Ирдианина Показал Но именно священник Совершенно безразличный Он видел что это лежит Иудей Видит что израненный И прошел Даже не тормознул Ну как это можно Это сейчас даже Уголовная статья Не оказание помощи Ты мог оказать И не оказал Школьники бывает Спасают из огня Или из воды Совсем Несовершеннолетние даже И вот я стал говорить Об этом И сейчас Новое толкование появилось Это я неправильно говорю Священник поступил правильно Откуда взяли Что он правильно А почему правильно Потому что он шел На богослужение Литургия это главное А это лежал мертвый И он не жал Прикоснуться Оскверниться Никогда не додумаешь Не додумаешься Что можно сказать Значит Священник такой был Умный Что даже живого От мертвого Не мог отличить Самарянин сразу увидел Что раненый Начал возливать А священник Ну он имеет ввиду Православный Живого от мертвого Не может отличить Я говорю Все ваше толкование Они перестали Когда в Индонезии Вот эти Жихадисты работали Ничего не могли сделать И в Индии Тогда сказали Когда убитые Родственникам Можно тела отдавать Но предварительно Зашить его В шкуру свиньи Родители приходят В шкуре свиньи Они берут Хоронить И все понимают Рая не видать И мгновенно Стало Схлынуло Молодежь перестала Поступать в их ряды И заглохло движение Так что Эти пули свины Это тоже имеет значение Это вот первое Как начинают Люди толковать Второе Очень большая нужда В молитве Вопиюще большая Какой давно У меня не было Слушайте внимательно Сказали о Франции У нас был один человек Вернее есть еще Знакомый Приехавший из Франции Так получилось Что он Стал член общины И сейчас Ребется туда Не слушает Никого Совершенно Поэтому Никакие Тут меры Не помогут Только молитва Вы знаете О ком я говорю И ничего нельзя сделать Хотя я Когда были еще Во Франции Еще ничего не было Я сказал Если что-то случится В России Никогда назад Не возвращаться Ни Ревекка Обратно не уходила От Исаака Ни Рахиль От Иакова Ни Руфь К мавлицкому народу Никто вышел Значит все закончилось Новая жизнь Новый хозяин Здесь никого нету Послушание нулевое Сделаю и так И поеду И поеду И может навсегда Просьба большая Помолитесь Потом серьезно Помолитесь Не просто Помянул и проще Перед Господом Если Бог даст слезы Это сегодня у меня Утреннее сообщение Только сегодняшнее Завтра Будет 16 Ноября 15 Как мне поступило Известие Андрея Кураева Предсудовое собрание Там будет Патриархия То есть готовит На него что-то Что будете считать Сейчас увидите Помолитесь о нем Он был здесь Вот в этом помещении Тут у меня все книги У него Мои книги У него есть То есть Расправа Как пишут Ну так или не так Я не знаю За эти слова не отвечаю Но знаю что с ним поступили Супер несправедливо Это где-то что-то Писание И он дает Обо мне После этого Самые возвышенные Отзывы Даже Это что-то Говорит или нет Это будет Завтра Там вы знаете Кого как называть Помолитесь Потому что Оттуда тянуто С Франции Приехать И все остальное Что было здесь Это ошибка И прочее Как будто Никогда ничего не было Доходит нет? Вы знаете Я прошлый раз говорил Не знаю Скажите Кто молится О священнике Глебе Грозовском? Поднимите руку Видите как? Пришла Я всегда говорю Вот берите бумажку Запишите О чем молиться-то Но нет ничего Это очень известный Священник Много занимался С молодежью Обвиняют его В педапелии Возбудили уголовное дело Он в Израиле был В это время Назад не возвращается Его посадили В израильской тюрьме Где он сейчас Не знаю Глеб Священник Ничего не доказано А зачем он там Остался? Это у него Можете спрашивать Он припомнил Что дедушка У него игре И там и прочее Это ничего не помогло Его обвиняют Я говорил Что это обвинение Такое липкое Путина обвиняют В этом Ребенка живот поцеловал То есть Народ гнусный Тупой И они стараются Каждого где-то Как-то ущипнуть И показать И я тоже на вершине Помните Сняли Так что К чужому мнению Не присоединяйтесь Что мертвый был Лежал этот Который шел Из Иерусалима Мы не знаем Мы знаем Только Господь Не одобряет его А напротив Показывает Вот так надо Не разбирай Какая это вера Какой нации человек Ты ему помоги В данный момент Он нуждается В елее И в вине Он нуждается Чтобы привезли его В гостиницу Чтобы дали Два динария То есть Слово Божие И там его будут поднимать А когда Господь вернется Обратно Я заплачу больше еще Если не стратите Научитесь сострадать С плачущим плакать О чем молиться Через неделю спрошу И уже половина Не будут помнить Через две недели Мне один Нормально? Боль его Должна быть моей боли Ты не знаешь Что будет завтра Я несколько таких моментов Беру о том Чтобы мы Задумались об этом На днях я поздновато Уже узнал Фильм поставленный Неоязычники В России Против православия Фактически История неправильная Там то другое Михаил Задорнов Это на место Аркадия Райкина Сейчас Главный Это не смех А смехащество Называется Характерная черта евреев Я сделал отзыв На этот фильм Во свете Библии Откуда язычество Произошло Ничего там больше Не трогаю И вдруг Вчера мне скидывают Материал На фоне Взяли мой материал В своем ролике Поместили Выступают Уж чего я не ожидал Афон Русскоязычное Где население Есть И сразу поступило Тоже с другой стороны Как будто бы Получили К истинному православию И по частям Вот допустим Обродобритие Отдельно брошюр Крещение Отдельно Гляжу и выставляют Вы не против Что мы сделали Брошюрки издали Раздавать людям Очень удивительно Завтра решили То есть Сегодня решили Они священнику Местному показать Книги мои Тоже надо помолиться Они считать Не будут Может быть Но если будет считать Он не выйдет Это как у отца Павла Было У Ярмоленко Там у них Бывший Парторг Коммунистов Стал священником Гордиенко Николай И он конечно Воюет против Отца Павла И там одна женщина За этого священника Заступается Он давал книги Она вернула Да что ты Лапкин А потом он дал Для Слова Божия Не туз Когда она прочитала Она отцу Павлу Говорит Давай другие книги назад Я была не права За кого я заступала За Парторга За этого Понимаете как У человека Где-то есть ключик Вот это ключевая книга Для Слова Божия Не туз Она прочитала И сразу Затребовала обратно Те книги Которые вернула назад Это то что Ну такое Здесь нет Вали Барышниковой Она где-то Вчера она болеет Она звонила Сегодня утром Помолиться Просила Как называется это Наумова Наумова Вот Сообщила что там Подвал завалился Наши братья Поехали Володя с Никитой И там что-то Подправили Сделали Но работы конечно Много Но дальше видно будет Если нас не будет Вы имеете ввиду Она одна Родители умерли Дом большой И там надо И ограда повалившаяся И что-то с отоплением Не так Валю я знаю Уже около 30 лет Она просила Если кому-то нужна квартира То у нее половина комнат Там половина дома Можно поселить Семью Вот имейте ввиду Беженцы с Украины Где-то Один час ехать Сего-то Как Барнаула А если есть участок Не знаю Как она обрабатывает Там можно На одном участке жить Садить Продавать Там как эти у нас были Из ИПХ Ну Катакомбные Они только огородом и жили Что интересно Работали на шахте Это высокая пенсия была бы Все Пожгли Ни паспорта Ничего не надо И жили одним огородом Вот эта твердость Верность Требуется В каждом деле Но остальное вы знаете Запомните О коем я сказал в молитве Я назвал имена Кого-то не называл Чтобы не было клевязки Это нужно буквально сегодня Прямо усильте Крепко молитву Человек посоветовался С батюшкой Который ее удерживает Батюшка дал правильный совет И Удержать невозможно Никаким образом Только Бог И это испытание Человек этот Который просит меня Он говорит Я до этого все Я знаю Вы знаете О ком я говорю Я как пень сухой был А теперь я Ночью раза четыре Только молюсь Стою и со слезами Она размочалила его Это тоже перед Богом Видите как Бог знает какое лекарство Я говорю Я тебе заранее говорил Жена-то о чем заботится А вы Будете иметь скорби По плоти Падает Мне вас жаль Так нет А теперь я тебе напоминаю Ты поступал со мной Когда-то так же было Склонность к бегству А теперь вот тебе это пришло И теперь ты поймешь Как мне было это тяжело Вот теперь ты уже будешь знать Да Это вот опыт И все прошло Как будто никогда не было Остается одно К Богу Будьте очень внимательны К тому что слышите Берите карандаш Бумагу Сказал Записал имена И сидите До дома не дойдете Уже выветрится ветром Лишь бы только побыть До полы на собрание Да сбежать Правильно Брат Игорь говорит Ищите эту возможность Пока она есть Богу слава Аминь Хочу всех поблагодарить Братья и сестры Свекра Покрестили мы В понедельник Моего Василия Мы с ним Вот беседу Он говорит Я другой человек Теперь Я говорю Ты мне раньше Просто неверующий свекр Была Сейчас ты мне брат Во кресте Он такой Довольный Прям доволен Креститься Начал сам Он никак не мог Креститься У него тут змея Выколотая Я говорю Папа у тебя Прям знак Печать Сатаны Тут стоит Хоть бы ты дожил Потому что он умирал У него отек Легких начался Мы думали Он не доживет До крещения Вот Но сейчас После крещения Ему маленько Полегчало Он даже И кушать нормально Стал И подниматься И молится С нами Прям с удовольствием Все Он у вас живет? С нами живет Да Уже Четыре месяца С нами Мать Я не дожила Не успела Звекры Слава Богу Хоть бы он Теперь только Не согрешил Но вот Единственное У него Помолитесь Он Диму видит И материться С ним начинает Да Я говорю Папа Я говорю Я не замечаю Говорит Я опять Сматерился Я говорю Не слышал Я даже Не понял Он так Смиренно Вот что бы Я ему не сказала Он говорит Прости меня Господи Я виноват И вот Священник Пришел А священник Говорит А зачем Осповедоваться Ну он так Человек Образованный Был расположен Он даже После крещения Поцеловал Дорогой ты мой человек Вот близкий Народу Так батюшка Из Дмитрия Ростовского Вызывали Все Ну она говорит А зачем Это такая древняя практика Исповедоваться Перед крещением Я говорю Ну как Мы же весь день Готовились Говорю Мы с папой Весь день Говорю Молились Грехи вспоминали Записывали Вы говорю Уж поисповедуйте Его обязательно Ну ладно Это уж ваше Такое желание Сильно Хорошо Я исповедую Но почему-то После крещения Когда уже причастил Тогда говорит Закрыл Все Я говорю Вот если что Он забудет Вот бумажка Но слышу Он говорит Что говорит Исповедоваться будем Говорю Ой батюшка Говорит С молодость Сесток Он огрешил И все Он говорит Ну молодец Что ты покаялся Что ты осознал Все Я слышу Бумажку порвал Все И на этом закончилось А так вообще Я довольна Слава Богу Что получилось Все у нас Благодарю этого батюшка Отсоединюсь Слава тебе Господь Помогите Аллилуйя Сохраните его Ой Господи Просьба Прочитать Вот тот материал Который взят Из интернета Медленно С остановкой Чтобы до каждого Дошло Вытащите Иззади Бальтифор Вытащили А вытащили Все Начинать Давай Миссионерство У нас было А это авторитет Церкви Пред суд Пред суд Итак Кураева Будет судить Церковный Дисциплинарный Суд Он и будет Судьи Держитесь Потому что Судьей И обвинителем Будете Не вы Отец Андрей Обвиняемый Если Станет Задавать Вопросы Может Сам Легко Потенциально Превратиться В обвинителя Однако Кто бы Не выиграл В судебных Слушаниях И прениях Приговор Уже Написан И Предрешен Любой суд Любой приговор Это Право Сильного Право Властного Право Общественной Целесообразности Однако Отец Андрей После Суда Останется Ведущим Миссионером И Богословом Восточной Европы Он Уже Независим От Церковного Сообщества Запрещение Лишение Сана Если Такое Состоится Еще Больше Подогреет Его И так Огромнейший Авторитет В широкой Общественности И В тех Самых Церковных Кругах В том Числе Как Бо Его Не Демонизировали Не Маргинализировали А он Останется Голосом Рупором Церковной Гласности В Православии Повторюсь Миссионерство Не нужно Православие Более того Оно Чуждо Его Природе И Находилось Оно Всегда В Зачаточном Состоянии Миссионерство У нас Было Но оно Как Никому Не Нужный Предаток Только Мешало Общему Устрою Укладу Уходу Жизни Православия Хотя Отказаться От него Полностью Нельзя Ибо Оно Поднимает Авторитет Церкви Были у нас Грумкие Достославные Имена Святитель Тихон Североамериканский Или Оливудский Будущий Патриарх Архимандрит Макарий Глухарев И другие Менее Яркие Святитель Николай Касаткин Японский В свое Время Горестно Сокрушался Что На миссионерство В Сибири Всех Северо-дальневосточных Регионов России Духовная Консистория Умудрилась Раскошелиться И выделить 8 тысяч Рублей А на Содержание Лишь Одного Архиерейского Дома В Сан-Франциско Аж 27 тысяч Погоди Вы понимаете О чем Речь идет Понимаете Как Диссонас Получается Автор Этой статье Пишет О том Что Миссионерство Не нужно А на самом Деле Он подозревает Совершенно Другое Противоположное Об этой Алегории И потом Полагаю Что Этот суд Он может быть Даже Предвестником Того Что Вообще Миссионерство Будет Действительно Закрыто То есть Не нужно Оно Начать Самосостояние Оно Только Мешает Жить Православная Церковь Разницу Чувствуете Задает вопрос Понимаете Что В русском Православии Главное И Важное Важнее Главнее Православная Церковь Была И остается Тяжеловесным Обрядовым Празднично Украшающим Освящающим Благословляющим Институтом Увы Я читал В интернете Как В 90-е Пассионарные Миссионерские Годы Молодой Православный Батюшка Горя Духов Ревности Ходил К протестантам С проповедью Истинной Веры Православной Ему Удалось Привезти В храм Несколько Молодых Ребят Они действительно С неподдельным Интересом Приходили в церковь Смотрели Спрашивали Обращались На За духовным Чаепитиями Общались Но Так Продолжалось Недолго До приезда Архиерея Я рассказываю Священник Им говорил Вот Вы скоро Увидите Все Все торжество И красоту Веры Православной Истинной Христианской Вот Настал Долгожданный День Епископ Приехал Но В нашей Приходской Жизни Все бывает Гладко Поначалу Чувствовалась Нервозность И спешка Хор пел Слабо Его то и дело Подгоняли Поправляли Сам Епископ Видно Был Не в духе Покрикивал На ипподьяконов Когда Они Облачали Его Среди церкви Покрикивал На собравшихся Священников Но Затем Все наладилось Весь Богослужебный Сторый Выравнился И далее Служба пошла Чинно И торжественно Проповедей Не было Было Несколько Завершающих Поздравительных Фраз И Все Я рассказываю Далее Батюшка Думал Ребятам Это действительно Очень понравилось Но я Ошибся В неспешной Доверительной Беседе После Богослужения Обговаривая Приезд Ребята Мне сказали И это Ты называешь Истинным Христианством Приехал Какой-то Молодой Павлин Чуть Постарше Нас Весь В гусах И блесках Хвост Посреди Храма Распустил Все вокруг Него Бегают Суетятся Надрываются Руки Моют Там Рабски Кланяются А где же Христос Чтение Писаний Толкования Что это У вас За рабство И пресмыкательство Христос Евангелие Сказал Я уже Не называю Вас рабами Но называю Вас Друзьями Иоанна 15 глава 15 стих Больше Как сообщает Священник Я этих Ребят В храме Не видел Да и Больше Я Никого Не звал В церковь Надо Осознать Что православная Церковь Это своя Собственная Узкая Субкультура Которую Понимают И принимают Люди Воспитанные В ней Она несет Себе Налет Византийской Давно Канывшей В лету Раболепности Если не Сказать Рабство Физического Поклонения Младших Перед Старшими И Эту Субкультуру Понимают Дети Священников Духовенства Дети Воспитанные В православных Практикующих Семьях Ну Собственно И все А остальной Большой мир Взращенные Воспитанные На принципах Гражданской Свободы Нас Не принимает И не понимает Даже Власти Многие Из представителей Властей Отдавая Дань Традиции Приходя В церковь В праздники Здороваются С епископом Священникам Через Рукопожатие Они целуют Руку Как положено В церкви У нас И приходят Зачастую Собственно Не на само Богослужение С самого начала А лишь на Праздничное Застолье К официальной Части К столу Этим Они явно Демонстративно Показывают Что да Дан Традиции Они отдают Но Раболепно Целовать руку Не целуют Чтобы быть православным Нужен особый Психологический Уклад Уклад Пожилой Женщины Бабушки Раболепствующей Перед всяким Маломальским Авторитетом Однако Понимаем Что тот Психологический Статус Который Является Нормой Для пожилой Женщины Есть Патологичен Для Молодого Человека Человека Из мира Вот почему Православной Церкви Так мало Мужчин И молодежи Я наблюдал Начиная со Свободы 90-х годов Как дети Воспитываясь Православных Воскресных Школах В конце концов Взрослея Все равно Уходят в мир И церковь Или вовсе Не посещают Или посещают Очень и очень редко Церковь По прежнему Как и в советские Времена Остается уделом Пожилых Одиноких И исключенных Из общественной Жизни Женщин Начиная С 90-х годов Со свободы Церкви Поигрались В миссионерство Их хватит Сегодня Начиная С громких Табачных Квартирных Златопыльных И часовых Скандалов В связи с Патриархом Кириллом И вскрытыми Богатствами И разоблачениями Высшего Духовенства Когда нас Раскусили Журналисты И начали Задавать Каверзные Вопросы Церковь От игры В миссионерство Уже Года четыре Как перешла Глухой Тупой Самообороне Чтобы было Все шито Крыто Вопросы Не задавались Не ставились И ни о чем Не спрашивалось И ничто Нигде Не обсуждалось Чтобы было Шито Крыто И полно Корыто Собственно Мы подошли Сегодня Самому Тупиковому И далеко Не миссионерскому Состоянию Мы подошли Так сказать К обороне Своих Рубежей Своей Внутренней Субкультуры А миссионерство Как раз и предполагает Предельную Прозрачность Открытость Честность Где широким Общественным Загалом Всем миром Так сказать Ставятся вопросы И получаются На них Вразумительные Ответы Вернемся Кураеву И Патриарху Кириллу У Патриарха Кирилла Были тоже Миссионерские Наклонности И довольно таки Неплохие Способности Говорить Знаем и помним Его телепередачи Которую он вел Будучи еще Митрополитом Где-то В 2010 году Первый год Правления Патриарха Кирилла Когда Святейший Еще широко И открыто Не боясь Сложных вопросов Широко ездил По просторам СМГ И собирал Немалые Аудитории Ну Все помним Интересное Было время Как он Высказал Довольно таки Откровенную мысль Он сказал Примерно Следующее Я как Человек Любящий Общаться С широкой Аудиторией Все знаем Это действительно Так Очень Завидую Отцу Андрею Кураеву Отец Андрей Все же Намного Свободнее Меня По положению Он может Высказать И поговорить Открыто Ясно И свободно Очень Не очень О многом Мне же Увы В силу Моего положения И ответственности Очень Многие вещи Приходится Оставлять За скобками Точно так И сказал Так Как На мне Лежит Тяжелейший Труд Ответственности За судьбы Многих И многих Сотен Людей Конец Цитаты Патриарха Кирилла Сегодня Трудно Всем Не позавидуешь Особенно Двум Схлестнувшимся Ключевым фигурам Патриарху И Протодьякону Святейший Патриарх Кирилл Уже Наверное Не завидует Протодьякону Все Руси Все Осознают Тяжесть Нарастающего Положения В церкви И главное Нет готовых Рецептов И способов Как Безболезненно Разрулить Создавшуюся Острую Конфликтную Ситуацию Имеющую Явную тенденцию К еще большему Нагнетанию И нарастанию Отмалчиваться Удастся Лишь До поры До времени А далее Придется Что-то Говорить Решать И действовать Церковь Наша До поры До времени Будет Учить Сожить И выживать В условиях Разрушенного Собственного Авторитета Катиться Так сказать По инерции По наклонной Плоскости Это до поры До времени Ну а потом Ну а потом Все равно Как ни держи А будет Прорыв Будут Реформы От которых Опять же Таки никому В церкви Не станет Ни лучше Ни легче Ни епископам Ни священникам Ни монахам А не мирянам В общем Все оставил Отзывы Очень резкие И правильные Аввакум Вот запомните Аввакум Это вот Руководитель у старообрядцев Как называют Во время раскола Вот новый Аввакум Нужно сказать Что слово Аввакум И у новообрядцев Встречалось Я первый раз встречаю Как у старообрядцев За 300 лет Ни одного ребенка Никоном не назвали Хотя Никон Это имя святое Никон был Канонизирован В первые века И старообрядцы Считают Что он есть Но Накладывают это А вот У немцев У них не так Вот зона Показа Это там Которая Следователь Светлана Адольфовна То есть Адольфовна Свободно называют У нас Иосиф Сталин был Иосифом называют Но в религиозном плане Даже вот это имя Как бы Равначально Намертво блокирует человека Какое отношение Сегодняшний ребенок Имеет к тому Аввакуму Ну никакого Но имя Как бы побуждает Задуматься А прав ли я был Когда отвергал это все Относительно того Что он говорит Привел молодых людей И они Потом говорят Вот приехал тут павлин Распустил хвост свой Ну хвост Это длинный За ним шлейф Несут Ну как пажу Английская королева Я всегда об этом говорил Ну Буду приносить покаяние Как бы сейчас я Перед кем Кто найдет Вину в этом Я никогда Ни одного человека Не знал в храм Я отправлялась К священнику К епископу Сам чтобы на улицу Вот так Пойдем с нами В храм Или как писал Данил Сысоев Путешествие Или прогулка По храму Я этого вообще Не понимаю Как Мы одним разом Можем вот так Потерять человека Я батюшке говорю Стоят у нас молодые люди Ну так вот где Если в семье двое Родителей Не одинаково во всем Ребенок уже потерянный Ну что тебе говорить Ну вот стоит Лена Татьяна вырастает Где она Машенька вырастает Где она И она делает еще попытку Еще рожает ребенка Аполлинария кажется Звать Дай бог тебе ее вырастить Почему муж неверующий Или какой И прочее Если православный Муж баптист Вы знаете Что тут говорить Сидят они здесь Старшая где дочь Нету Поменьше где Нету Еще меньше ходит Но до времени Я говорю Батюшка Ты вот это видишь Или не видишь Почему Да потому что Их стоит сводить Вот этих детей Ну свободно так На баптистское собрание Два раза И мы их потеряли всех Он-то сидит Спит Он ничего не понимает О чем разговаривает Это не его область Не его ступень Не его этаж Голову-то опустил Продремал И дети-то у нас В это время Там в другой комнате Они сами по себе Сейчас пойдут Снежки играть Когда важное дело И когда здесь разбирают А житья и проще То что Он ребенок не может Оттуда взять То что переменить Перенести Как говорят Экстраполировать На сегодняшний день Лично к нему Я иногда захожу Редко-редко Но я начинаю Детям говорить Кто преподает Обратите внимание На благодарность Один Бей и бей в одно место Один гвоздь забейте Благодарность Благодарность за что То что ты родился Тебя уже ждали Азбука изобретена Бумага изобретена Дома строят Дверь научились навешивать Стекло изобрели Мир тебя ждал Ты очень нужен Не наркотикам ты нужен Ты нужен Богу Чтоб тебе облегчение было Понимаете Ребенок сразу Ободряется Я нужен Меня ждали У меня в лагере были Приезжают за ребенком Ребенок прячется Я не хочу домой Я его нашел Спрятался Я говорю Почему Меня никто там не любит Вот и весь ответ Меня никто там не любит Это разве не трагедия В лагере Который Назначен для того Чтобы человек задумался О Боге Я его приучаю Не к лагере А к дому К дому К родителям Мои слова не влияют Он видит дело Совершенно другое Дети играют И что Бегал Прибежал Ребенок Сел читать Библию Один только был Еще из протестантов А как он попал Бабушка у них Она православная Там Рубцовский Лидия Кандидат наук Она сказала Ребенка отправить В православный лагерь Они поискали Бодю Помните Помните Ну Юрия Бодина Политыкина Твою Машеньку Он там очень уважал Да И он один Этот Юрка Ну Физически неразвитый Он подрастет Может будет Бегает Прибежит Опять Библию Открывает Сидит Один Наши подбегут Ребятишки Посмотрели Потихоньку И дальше Один А он потом делает Выводы У вас как-то Православных Непонятно Вот я считаю Житие зимой Ходят босиком А летом в шубе Мы житие Это такие Симеон Столпник Верхотурский Но нет Юродиво Они босиком Василий Блаженный Зимой Иринар Пошел куда-то В другой Село Градусов 40 Ну вот морозил Пальцы на ногах Вернулся И ребенок Это понимает А почему у вас Православных так Зимой же надо Шубу носить А не летом Ну и летом Ну понимаете Ну и должны Ему объяснить Вот то что у нас Есть Ребенка Это не его Область Совсем И вот эти Ребята Которые Таши Я их очень Понимаю А где проповедь Вопрос Где проповедь Павел пришел Я гробый Который бы вышел Сказал о Христе И сказал Поступайте как я А Павел говорит Подражайте мне Как я Христу Три раза Говорит Павел Коринфянам Это большие церкви были И он не боялся И подражайте тем В которых видите Этот образ Мы не можем Этого сказать У меня знакомый Был один У него 8 сыновей И он детям говорил Достигните Моего уровня А потом Двигайтесь дальше Вперед Потому что Был герой веры Приговоренный К расстрелу Во времена Берии Он может это сказать Его сын Потерябки Живет Его внуки Там Двое Трое Уже Живут Научитесь Не прятать Город на вершине Горы Если он есть Если ничего нет То ничего и нет Я ни одного Человека Лично В храм не привел Ни одного Я только направлял У вас нет храма Поезжайте к архиерею Попросите хорошего Священника Который бы учил Может храм у вас Откроет Говорю Лично Я ни одного Не привел Категорически против Почему Спрашивает У нас запрещено Это Да не увидят Может быть Карикатуру Для христиан Я даже этого боюсь И далее А далее Он к обрядности Привыкнет Свежку через какое Плечо подавать И все кончилось Приведите его Ко Христу А Ко Христу Можно привезти его В лесу В поезде И на крыше Где мы вместе с ним Едем Два зайца Я ему говорю О Христе И он слазит На моей станции Я слажу Говорю Мне полустанок Я никуда не пойду С вами пойду Чего нам не хватает И вот об этом О чем мы говорили Как только появляется Человек Который выходит Из этого общего ряда Вот как Андрей Кураев Все силы бросает На то Чтобы Его не было Объявляется Гонение Вот Глеб Грозовский Он Даже обо мне Ему вопрос задавали И он так это ответил Зачем Что Как На меня никак Это не влияет И все Филипп Он выделяется Из других Он талантливый Он приехал сюда В Россию А этих Начало задвигать Больше внимания Ему Сразу объявили Гонение И все Его больше нигде нет И мы должны Работать А они отзываются О вас Это наша награда Награда Если он поносит Мы каждый день Поем Это если молимся Только Радуйтесь Веселитесь Велика ваша награда Горе вам Если все люди О нас будут говорить Хорошо Горе Значит ты никакой Ты не бойся вызвать огонь на себя Если патриарх завидовал Как он говорит Андрей Это правильно Я когда переписывался Я сказал Андрей завидует мне И когда Андрей Начал легенад Я сразу написал Андрею Теперь Ты переходишь В этот раз Теперь ты можешь Смело сказать За скобками Как патриарх Ничего не оставлять И у нас люди Которые приходят Вот новые там Опять много Много знакомых Мы первый раз видим Чтобы так открыто Так прозрачно жить Мы работаем Доски Там работа Собрание Там где-то неладно Сказали Мы все выставляем Но можно же Как-то вырезать Вот тут сказали Об этом неправильно Зачем Я отвечаю Я очень уважаю Моих слушателей И в книгах Считателей моих Написал Все самое отрицательное Что обо мне говорили Во время суда Все написано Все Их никто бы не знал Я правильно говорю Татьяна Ты это хорошо знаешь Даже Что говорил Твой отец Я все поместил Почему люди Разберутся И может Благодаря этому Ты находишься здесь Вот К этому я и призываю Живите открыто Услышали Молиться Свободную минуту Выбери Скажи Господу Я вам рассказывал На меня одна вышла Вот мы сидим За столом Сергей Павлович Володя Никита Лагерь разъехался Звонок А мы обедаем Только завтрак сели У нас вот такое Вот такое Мы дом раскрыли Дождь идет Теперь крыша Помолитесь Чтобы Бог дал нам погоду Ничего себе Да кто я такой Погода руководить Это уже Слишком далеко Но я знаю В житиях такие были Которые молились И Авраами Которого Мария Там была запечатанная Блудница Мы не доели На молитву Ну такая Братья подобралась Все сразу Соскочили на молитву Ты помнишь Вот Мы помолились Проходит время Она звонит Удивительно Говорит Тучи как будто бы Раздвинулись Дождь идет У нас вообще ничего нет Покрыли Крышу Вообще Так это моловато Куда идет Не то что Наша молитва Значит Она ничего не значит Это означает Мы доверились Богу И Бог сделал Раздвинул Ну кто был Когда Это Позняков Это Ну Валя Это Сортисон Крещение это было Дождь шел Как только На пирс идти Скажи Как кто-то облака Раздвинул Дождя никакого нету Солнышко засияло Все Ну помните Кто был Да я была Вот научитесь Эти моменты Сохранять в памяти И говорить Господи Как ты близок К сокрушенным сердцам Мы так в этом нуждаемся И не говори Что ты не можешь ничего Ты можешь Я скажу Что ты можешь Закрыть рот Вот показывает Как нужно правильно Чтобы на ноге аварии Не было Знаете Черная лента Вот так Через плечо Мужчина сидит Рядом женщина Ну видать Жена Он старенький уже А у нее Еще и через рот Тоже ремень натянутый Черный ремень Через рот То есть Чтобы она его не отвлекала Не разговаривала Жены ваши Да учатся в молчании О чем я впереди Говорил молиться Это самое Беспрекословное подчинение Ян Затауз Вышла замуж Превратись в камень Понимаете Как только отступил от этого Благодать То есть Попеченье о тебе Божие Отходит Ты о себе Начал заботиться сам Затауз Восхваляет вдов Одиноких У нее нет защиты Остается один Бог И поэтому вам не устоять Кто будет вдов И сирот трогать У них защитник Самой высокой инстанции Он И отрезан путь Тем к нему Они совершенно свободны Теперь Попутно хочу сказать Я в одной жил На квартире Захара Улита Григорьевна И у нее муж Не муж Отец Григорий Она Улита Григорьевна И он читал Библию На русском переводе Настолько это удивительно Считал Она утверждает Ну я поверил Это Исключительно редкий случай Православный И как-то К свободной минуты Он так считает И вот Мы садимся Это в Румынии были Переплывать Только бух там Кажется Бух Река где-то В это время Среди узлов Появляется старичок Подходит к нему И говорит Григорий Временно встало Пошли Он встал Говорит Прости меня Дети Простите меня Встал И пошел Жена Завопила Куда ты У меня Пятеро или шестеро Ребятишек Моими телесами Живы не будете Господь меня призвал Я давно ждал этого И он ушел Она уже сама В годах таких была И по монастырям ездила И спрашивала Не слышали про такого Она его искала И вот как они жили Когда это конфисковали Знаете Продразверстка была У кого пшеницу Все вынимали Мы говорит Намолотили И в Мекины Соломы закидали Никуда не стали прятать Под землю закапывать И вот пришли брать Рядом вторая Рядом капна Подошли Ногой пнули Прошли мимо У нас говорится Пшеница осталась Телега была Говорит Одна Розвольная Как на санях Вот так Садишься А тут я как корыто Мы говорит Где-то там едем Сухое место Совершенно Ни реки Ничего нет Прошел сильный дождь Проезжаем И мы глядим А трава Канавик Крапива Вот так прям ходуном ходит Посмотрели рыбу У нас такой рыбы Никогда не было Такая большая рыба Совершенно сухое место Мы говорит Полную телегу Этой рыбы набрали И конечно все время Благодарили Бога Что мы Если бы с отцом Мы бы погибли Мужчина и прочее Такое-то У нас такое было Высоко Где там Искорщина едешь Там самое высокое место Прошел дождь и пшеница И коров Я подошел Я подошел в пшенице И так гляжу А в пшенице Там шевелится И там рыба Совершенно А лок И лок там Внизение Внизение И там когда-то Волоке персуха То есть это Поднимает где-то там Вихрь или что-то Облака несут И рыба падает Вот с неба Дождил благодать Если мы просим Чего-то Добавить только нужно Да будет воля Твоя, но не моя Я вам говорил о чем Четыре просьбы Которые у нас Всегда должны быть Это дай нам священника Место для занятия Не только дома Послушных добрых Жителей селения Расширить пределы общин Чтобы все вышли На благовестие И вот сегодня Говорят Я как настоящее благовестие Знаю только Священник один Знаю только У свидетелей Югова У них особый Ну свой там Скажем семинарий Три года учатся Через три года А окончившие Получают конверты А учатся они На иждивении Все Конверты Конверты чистые Ничего у них нет Только одна записка В какую страну Он должен ехать Вот представьте Закончил экзамены Ему говорят Парижские острова Он даже толком Не знает где Ты посмотрел А там какой язык Озаботятся Старшие скажут Теперь целый год Ты будешь учиться Говорить Чтобы даже без акцента Все Выпускники Отправляются Долгом Сдумал жениться Он должен подойти Старейшину сказать Я вот Ну нравится Такая Алена Красивая Хорошо Испытательный срок Два года Едешь на такие Это острова Вот и все Это мормонов Так Два года Ты должен доказать Что ты самостоятельный Как в Боге Ну кто видел Как мормона На остров послали Как он там Работает Надо увидеть Это дело Глаз бури Называется Как Глаз бури Может быть И притом Дальше показывается Что это настоящие имена И кто артисты играет Настоящие имена И артисты играют Помолитесь о том Что православным Бог дал настоящих миссионеров Таких как Альберт Швейцер Лауреат Нобелевской премии И поехал работать В южную страну Среди прокаженных Но для этого Говорит Нужен был еще один университет Он еще один кончил И поехал туда Лепрозорье строить И он узнавал Что на человека влияет Отрицательно Это переживание Сделать как можно меньше Чтобы было у больного переживание Он разговаривает Никого родных нету А как живешь Да у меня одна коза Коза Пожалуйста Постройте ему палатку рядом Поставьте Коза Чтобы стояла рядом его Вот вообще Когда считаешь У нас наоборот Создать стерильную обстановку Нигде не прикасаться К людям Здесь все наоборот было И конечно результат был другой Если ты хочешь быть Настоящим христианином Ты сделаешь Чтобы боль чужого Была твоей болью Ты может думаешь Ну я буду переживать Стресс Свою самого состояние будет Мне долго тогда не прожить Бог знает Вы посмотрите Сколько живет Солженицын Который сидел в вузах Сколько академик Лихачев За 90 лет Семагонители все Все никого нет Все умерли Это Бог так делает За твои страдания Она Бывает совершенно отвержена Одна Выйдет замуж удачно И красотой не отличается Но родители Сумели привить ей доброту Сострадательность И муж считает Что это сокровище Бог дал ему А эти Которые думали Везде они пользовались Каким-то авторитетом Они вот мучаются Не знают Что дальше делать Я отошел Спаси Христос Еще есть какие Прожьбы Пожелания Информация Да У меня Информация Андрей работу нашел Потому что Слава Господу Аллилуйя Просьба молиться Чтобы он Действительно На этой работе Держался И чтобы Действительно Пожелание Как пить бросит Так вставай Говори А это Сергей Павлович Сегодня После занятий Едем по Квартирам Как свидетели Губу На благовестие Все желающие Присоединяй Действу Отвезти Ольгу Отвезем А что По квартирам Не на Спартак Хочешь Иди на Спартак Я по квартирам Я понимаю Спрашивают Где Лена Сокарских Переводчик Еще Не знаю Суббота тоже Не было Надо позвонить Узнать Простить Что с ними Еще Хотел одно Сказать Люди к вам Подходят И говорят Ну что Сидите здесь Мы вот ушли У нас теперь Мы свободны Какая разница Я хочу сказать Чтобы вы оценили То что у нас Разница В первую очередь Здесь все Получили Истинное крещение С троекратным погружением Это твоя Духовная Родина Они это Ни за что Посчитали И отошли Дальше Пять тринадцать Деяния апостолов Из посторонних Никто не смел Представить У нас ни одного Чужого нету Туда куда Они пошли Здесь сейчас Одни чужие Они только Между собой Еще временно Держатся А потом Их разведет Кто-то По сторонам Они чужие Вот эти люди Которые живут Двухэтажные Вот пьяницы Вот здесь Которые живут Ну все Везде тут И пьют Это все Прихожане Их всех Отпевают Почему Им когда-то Затылок Или голову Ладошкой Священник Мокрый задел И я теперь Находясь там Я не могу Сказать Что это Не братья и сестры Это чего-то стоит Ну Прицепили два вагона В одном порядок А в другом Любовь заходит И делает что попало И пьяно И переблевано Разница есть Это разница Дальше Теперь даже Во внутреннем убранстве У нас В каком православном храме Вы только мне скажите Я не все знаю Чтобы между иконами Были надписи Священного писания Святой Библии Назовите Я даже опасался Что батюшка Противостанет Он говорит А чего ты это решил Ну мы Надписи повесили Когда его не было А я ему сказал Что мы опасались Как бы не было Противодействия Да чего ради-то Иконы и надписи И везде надписи Дальше Это они теперь Уже этого не знают Не видят Если глухонемые И говорят А они там Глухонемым показывают Поверьте Пока на слово Передать Дословно Вот это вот Что здесь В Библии написано Не удастся Никому никакими жестами Если скажут да А есть такие Которые знают Грамматику Грамотно пишут Как у нас Валя Яничук Вот я им Скажу Давайте Промоящие Самого опытного Тут таких даже нет У службы Переводчиков Вот которые По телевидению Показывают И теперь этим Грамотно Ну допустим Два стиха Больше не запомню Теперь напишите Ни один не напишет Одинаково Чтобы двоих Одинаковых не будет И потом Иногда упускают Самое главное У нас все это Перепечатано Крупно было И сколько Игорь Третьяков Показывают Этот глухонемым Живет Показывают Ну Попорядовалось И Лена Показывают Сколько у нас людей Которые им Домаячивали Когда проповедь была Или что-то А не получат там это В первую очередь Проповедь этой не будет И То что у нас Перепечатано И слышащие указкой Водилы Показывают Как Лена Такое старание Они не получат Никогда там Никогда Теперь Десятину не будут платить Это уже проклятие Теперь пошли К торговле Они по-другому Не могут быть Все торговли Покупают что-то Нечистые свечи И то что Христос изгнал и бил Написано Продающих и покупающих То есть они еще Не понимают Что они потеряли Мы Я просто открываю Посмотрите Собрания вот такого Не будет Праздничных таких обедов Которые у нас Детских концертов Не будет Ну Пересчитайте Сколько И чтобы Говорили Как идет благовестие Не будет Мы каждую осень Спрашиваем У глухонемых Что не хватает Там огородная Я картошку привозил Всегда бесплатно Так давали Они мне оказали Внимание Какое внимание По божественному Мы выдали все По полной программе Что я имею Ближних Как самого себя Насколько Тамара Это понимает Я не знаю Но она еще здесь Поэтому Не пятось перед теми Когда они говорят Вы смело покажите Что вы имели Вы это потеряли Но дверь для них У нас не закрыта Я так уже Прикидывая Стал Допустим Я нахожусь в Японии Едва Едва Два слова Звучило И вдруг Сказали Есть русские собрания Конечно Я туда пойду Ну у нас была Ну у нас была Дартаняна Думбарьян Не знаю Как это Барьян Барьян Ну Барьян Ну Барьян Вот Она не знала Ни грамоты Нет Ей как-то Маленько Домаящивались И она Была здесь Сидела Но она ушла В вечность Она была Очень благодарна И Прямо Подойдет И погладит И улыбнется И обдернет Юбку Дескопилен Как надо И проще Так что Этим людям Скажите Вы потеряли Настолько много Что никогда Этого не получите Никогда И вот этого Семейственного Уже там Никак не может быть Просто невозможное Это другая система И об этом Не кто-то говорит А патриарх Кирилл Не знаю Чем уже как Стронуть положение Говорят Подойдите Уже Священник К вам не подойдет Но вы подойдите И батюшка Ну давайте Соберем Чаю попьем Здесь они Не чай только пили Им маящили Все что было Как пили дети Они все передавали Этого ничего не будет Совершенно не будет И никогда не будет Так что Не пястьтесь перед тем Когда говорят А какие вы христиане Ну не такие как надо Потому мы в движении Мы еще не умерли Все мы совершенствуемся Умейте То что нам Бог здесь дал Над этим положен Огромный труд Когда общины не было Мы заходили в храм Тут батюшка заходил Отец Геннадий В вас мы стояли Но вот сейчас нам дадут храм С чего начинать Ну явно что Не то Одна торговля Чужие выходит Я в Софийском В Киеве стою И решил посчитать Это посчитать Зашло где-то 750 человек И 750 вышло В течение часа Во время богослужения Никто ничего не знает Совершенно не знает Идем с батюшкой Я говорю А сколько вы лет Служите священником Старый священник Кажется 53 что ли года Батюшка А о чем сегодня читалось Сам же читал Не знаю Ну хоть маленько Это объяснение Он даже не мог мне сказать О чем сегодня считалось Что спрашивать о людях Она разговаривает Сидит Повернулась большая колонна Монашка в черном И задом сидит К алтарю И сидят и разговаривают А идет литургия Я подошел И сказал Киев Она мне Бога-то знаешь Бога-то так Все Вот и все Есть бельно-дрюльки Сопии не лезь То есть Так как у нас Чтобы наблюдатели Смотрели По форме одеты Кто не пришел Справляется Не будет никогда Тамара попала в больницу Сколько у ней было Ты ей расскажи Спроси Она упала Упала Запнулась И сразу там все это Переделали Эти коврики Да К слову сказать Вот вспомнил Надя Ты нашла Хромова Завтра мы едем к нему Все уже готово Другого которого Надо уже съездили Свозил меня Севастьян Здесь Игорь Возил И нашли где-то Мне нужен еще один человек Помоги найти У тебя получилось Морозов Геннадий Директор Макаронной фабрики Бывшей Потом он стал депутатом Законодательного собрания Он очень много нам помогал Для лагеря Там пустыми Какие-то сосуды Там спички Лампочки Помоги мне Его найти Я всех решил Отблагодарить Вчера связался С директором Санкостроительного завода В институте экономики Он меня даже Уже и забыл Ну помог Да кто мы такие Я говорю Вы помогали для лагеря Все еще Насосы качают Гвоздей сколько давал Директор Вершков Вячеслав Григорьевич Я говорю Я несказанно Разбогател Теперь я не прошу Отдаю Хоть как-то Отблагодарить И завтра У меня с ним Должна быть встреча Это завтра С утра Сергей Павлович Должен повезти меня Видите как Мы выходим На другой уровень Мы спросим Даже о чем я говорю Там может быть Это не может быть Никак Потому что Здесь все держится На молитве На молитве Не просто там Кто-то пробарабанил А конкретно Я сказал Вот даже не называя имена И вы знаете О ком молиться Большая нужда И чем закончится Не знаем Почему Доверяемся Богу Но тот Кто больше всего Пострадал сейчас Он говорит Я плачу и молюсь По четыре раза на ночь Теперь стою на молитву Это уже что-то значит А его нельзя было Ничем разбить Это Бог знает Какое лекарство И очень действенное Сильное такое Прожигающее Отошел Братья и сестры Будем Ценить то что имеем Знаете Такая поговорка есть Что имеем Не храним Потерявши плачем Я вот встречаюсь С людьми Которые отошли Ну ушли Из нашей общины Думаю А вот как Они плачут Об этом Сожалеют Или нет Что нет Что они не с нами И прихожу к выводу Что Многие из них Просто лукавят Они конечно Сожалеют Но не хотят Об этом Сознаваться Даже самим себе Но есть такие Которые Действительно Не осознают Они просто Вне себя Наверное Но наверное Может наступить Такой час Когда будут Сожалеть Но уже будет поздно Давайте будем Хранить то что имеем Это первое Второе Хочу Вспомнить еще раз Наших болящих И нуждающихся в помощи Среди них Вот брат Игорь Вчера он был Сегодня хворает Тетяковых Сегодня нет По этой причине Так что Молитесь Галя еще Почет сказать Я вот хочу Немножко продолжить Тему Тех людей Которые вот ушли Вот будет ли у них Возможность Просто попросить Помолиться О какой-то их нужде Вот мы с детьми Были в путешествии Я передала Через Татьяну Кузьминичну Игнать Тихоновича Помолитесь Что мы путешествуем Дорога Все таки уже И снежок И все Страшно даже ехать Видели как грузовик Перевернулся И прям чувствовали Молитвы ваши Понимаете как Вот будет это У тех людей Они многое потеряли Любую нужду Заболели Помолитесь Записали Вся церковь помолилась Спасибо вас Христос За молитвы Вашими молитвами Сохранили Потому что Бог сохранил Потому что ехали И по темноте Ну сложно По темноте Я сама водитель И еще Я давно просила Еще попрошу вас Хотя бы вот Каждый день В общей форме В молитве За всех наших братьев Кто водители Молитесь Вот иногда Просто садишься за руль Вроде пока ходишь Все нормально Садишься за руль Какое-то сонное состояние Наступает Просто молитесь Чтобы Бог сохранил Всех водителей Нашей общей Спасибо Господи Спасибо Христос Спасибо Христос Спасибо Христос Сегодня 15-е А завтра 16-е И будет событие Забытие какое Брату нашему И помнится очередной Возрастной год День рождения У брата Виктора И кроме того У него еще этот день И день свадьбы Так что помолимся о нем Брату Виктору пожелаем Здравия Когда это было? У него в сентябре Ну так мне написали Так что Помолимся Чтоб Господь подобил его Прожить достойно Эту жизнь земную И обрестись Вечную жизнь блаженства Брату Виктору Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето, Многое лето, Многое лето. Достойно есть. Достойно есть огла и сену, Блажить Детя Богородицу, Присоблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искрения Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия, И наплеменников от внутренних расприй, От беззакония, которое втайне, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, Как должно пусть покаются в небежении своем, И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, Что сокрыли имя Твое, Бога и Егова. Дух Святой да наставит нас Не признавать никаких иных богов, Вопия, Ава, Отче. Господи, научи нас семикратно в день Проставлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопияние, трапеза и занятия. Благовестие. Ты свяжись с парализованным Сергеем. Не знаешь, что, почему у меня, когда все нормально, И вдруг по скайпу. Меня видно от того. А, когда... Спасибо. Спасибо.